Здравствуйте, меня зовут Марина Гурьев, я занимаюсь исследованием областей Финтек в основном и, соответственно, доклад, который меня попросили сделать, это доклад «Учить сознание и перспективы развития финансовых целей». Соответственно, доклад построен между моими размышлениями, доклад построен на куче аналитических отчетов, Всемирного экономического форума, ОМАНСАРС, ДЛО и так далее, плюс те наработки, которые были сделаны в рамках консайд-сессии в мае этого года, соответственно, были пергруппы на теплоходе, и эти наработки, они в том числе включены в данный доклад. Доклад, сразу оговорились, он посвящен глобальным трендам, то есть это те тренды, которые наблюдаются в мире, на планете Земля, и это то, что мы видим, и, скорее всего, мы можем сделать выводы о том, куда будет двигаться весь мир, и, соответственно, Россия и Радуна Гурьеву тоже начнем двигаться. Начнем мы с вами с очень интересной картинки, которая называется система. Это данные за 2017 год, соответственно, которые широко очень транслируют проект всех, потому что мы видим кучу стартапов, которая прошла по так называемым традиционным финансам. Они по всех практически направлениях, они оказываются ручки, и по кредитованию, и по личным финансам, и с этими платежей, и так далее. Компании развлекаются, процветают, туда вкладываются венчурные деньги, особенно, как мы поговорим чуть позже. Вторая картинка, на которую мне надо обратить внимание, которая тоже должна, это, соответственно, биткоин. Биткоин-проекты, да, тут 2014 год, как вы видите, полностью вся инфраструктура представлена, есть биржи, есть майнинг, есть кошельки, есть платежи. 100 компаний, мы сравниваем с первой шифрой, которая была 2014. Сейчас, как говорится, чего это происходит? Флинт, который фиксируется на сайте момента, которые, мы предполагаем, будут существовать до 2035 года исключительно, и подг forum, которое мы видим уже сейчас, прямо сейчас. Следующее, первое уменьшение числа последних финансовых транзакций. Это происходит повсеместно, идет оптимизация, оптимизация в происходе за счет заключения от этих лиц. Как только исключаются последники, уменьшается история конечного продукта для потребителей, соответственно, это выгодно потребителям, на ура принимаются такие проекты. Все, пусть по финте, оно связано зачастую с уничтожением последних, которые были в традиционных финансах. Уменьшение более искусственного интеллекта в финансах. Тоже замечательный тренд, который мы вам всем хорошо должны быть известны, что у нас роботы торгуют сейчас на трейдинговых площадках, больше по 200%. Это роботизированные трейдинги. Роботы проявляются не только тут, у нас роботы на самом деле подбирают инвестиционные уже портфели, роботы у нас оптимизируют, кредитные портфели и так далее. То есть роботы заменяют интеллектуальные кончалеры. Увеличение социализации у нас очень важный тренд. Смотрите, это не только о том, что у нас появляются и другие платформы, а краудфандинговые платформы, краудэндинговые платформы. Это еще о том, что люди принимают решения, ориентируясь на других людей. Очень хороший пример, когда у нас появляются платформы, где вы видите публичные инвестиционные стратегии простых людей, которые могут следовать другие людям. Они могут пользоваться этими суммами платформы в зависимости от платформ. Но это действие, люди очень охотно выключаются и опубличивают данные в своих инвестиционных стратегиях. На самом деле другие просто выключаются, как они следуют за этим портфельмом. Принимают решения в зависимости от того, как данный человек принял решение. А увеличение использования и получения систем в финансах тоже очень термятный тренд, который мы видим все больше и больше. И я полагаю, что вы все читаете газеты, специализированные газеты. Вы знаете, что у нас в этом году какой-то пункт случился, когда на блокчейн обратили внимание, по-моему, все крупные банки и финансовые структуры в мире. И как бы заговорили все разом, мы заговорили о том, как же мы можем использовать, в каких направлениях можем использовать. И то есть блокчейн вышла за биткоин-блокчейн, если так можно выразиться, технология перепрыгнула, то, что породило ее и стало то, о чем стали говорить на каждой буквальной конференции. То есть любая банковская конференция, которая подходит за рубежом, она так или иначе все прикасается с темой блокчейн-технологии. А мы поговорим о некий тайм, почему она такая замечательная, почему они стали точнее говорить. Уменьшение сложности администрации пользователя финансовых услуг. То же самое. Что мы видим? Мы видим упрощение. Да, идеальный вариант для конечного пользователя, чтобы я по одному клику вообще совершала все, что я хочу делать. Хочу брать эти деклы у меня, пожалуйста, максимально оперативно. Хочу отправлять платеж по клику максимально оперативно. Идентификация у меня как личности должна произойти быстро, потому что мне это удобно для конечного пользователя. Ну и уменьшение администрации, которые мы все равно наблюдаем. Потому что мы все с вами знаем, что деньги у нас на самом деле сейчас обеспечены, наверное, как бы не совсем не золотом, так сказать, и не обеспечены словом государства. Да. Поэтому, если государство будет неразумным какой-то политикой, оно сближается в степени надежды. Далее смотрим, что же еще на самом деле влияет, и я бы слава не знаю, о которой я говорила, влияет на это сложно для их поколения 20-30 летних людей. На самом деле, это опрос, который Глобный ЦАКС проводила, вы переведены вот отчеты. Это то, что думает вот эти или какие вот это поколения о финансовых сервисах. Да, и финансовых услуг. И, соответственно, как видите, вот 33% считают банки потребовать уже через 5 лет. 50% считают, что ЦАКС будет доминировать над банками. 84% считают, что уже за отцены предприятнее решение. То есть тренды, они подтверждаются опросами, которые от нам родятся. Следующая картинка, которая важна, потому что она важна нам с точки внимания как раз кинета по выходу на глобальные аренды. И, как мы видим, это также данные. У Глобный ЦАКС темные круги. Темные круги – это общие целевые рынки, а цветные круги – это имидиэтле адресфл маркет. То есть это суммы, которые в мире сейчас доступны для работы. И, как вы видите, с точки зрения аренды, мы понимаем, что у нас очень много людей, на самом деле, которые мы можем предвестовать, но для которых не могут дать деньги. У нас очень лишенный кусок с точки зрения рынка – это личные финансы, активы под управлением. Потому что медиэтле адресфл маркетом гораздо меньше, чем в том, что адресфл маркет. И мы видим про краудфандингу и платиновый перевод. Мы практически работаем на том моменте, в котором занимаемся. в том, что мы занимаемся. Важная картинка данная этого года. И сейчас я буду рассказывать вам внимательно, где сейчас появляется красный интернет-соффрава. Где работаем на финнах данной компании. Первое. Мы сейчас пройдемся в том направлении. И пройдемся. Вам все там, чисто, должно все хорошо быть. Это будет, да? Традиционные бизнес-модели платежи. 50 лет назад, традиционный телеграф, вообще инновационное открытие. Мы начинаем осуществлять платежи с использованием этого замечательного средства. К сожалению, там прошло 150 лет, но мы пользуемся по факту моделей базовой, которая была положена в основу, когда был телеграф. Ну и соответствующие проблемы. Да? Которые у меня нет. Деньги занимают несколько часов, несколько дней. И последние существуют иногда. Появляются альтернативные решения. Смотрите. Все, что я говорю, уже существует. Эти альтернативы работают на рынке. Они успешная компания. Они вкладываются идеи генера в художественной хорошем темпе. Это не альсиняк. Это не альсиняк. Значит, альтернативное платежное решение характеристики порядка ускоренной контакты, уместивающей сделки, созрачная структура. Здесь приведен пример. Тресфор Уайс. Не знаю, кто из вас с вами сталкивался. 2011 год. Два эстонца. Один живет в Эстонии. Второй живет в Англии. У одного ипотека, тот, который живет в Англии, имеет ипотеку в Эстонии. Тот, который живет в Эстонии. В общем, у ипотеки нет в Англии. Соответственно, проблема. Надо гасить ипотеку. Но они два друга, в общем, они решают, будучи раздраженными, сколько же им приходится тратить денег отдавать банку за обмяны, они решают просто друг другу покрывать ипотеку на счетах, находясь в Эстонии и находясь в Англии. После этого приходит гениальная мысль, давайте вообще всем людям создадим такие условия. Пусть у нас человек, для него с точки зрения интерфейса пользуется и ничего не меняется, он также выбирает счет, допустим, выйдет, отправляя платеж, но с точки зрения системы выйдет на счет моего получателя билежных и в среду уходят деньги не мои, а уходят деньги из какого-то индуза, который собирался сделать перевод в Дима, как на данной картинке показано. Что мы получаем? Мы получаем выгоду, потому что наша комиссия, в основном из банков комиссии, это владельцы, это раз меньше, потому что так построена система. Успешная компания очень бешено растут, не вкладываются в нечуристический газ, есть у них финансирование разрешенные, расистские деньги где-нибудь сильные есть, ну то есть просто в Лондоне последоваться. Альтернативное решение, совершенно другая модель, это у нас децентрализованная платежная система, да? Продвижный конь, в 2008 год, в 2009 году, мы о нем узнали, есть и отдали первый способ, который мы имели, который нашли, это платежи. Альтернативное решение. Почему? Платежи на этом оружии все очень дороже, на самом деле и стоит очень дороже. Как осуществляется битпоинт у него? Допустим, на картинке РОП собирается отправиться на целый период. Все, что ему надо знать, ему надо знать публичный адрес, соответственно, получателя, лоры. Он сканирует адрес, вводит сумму, соответственно, нажимает Enter, все. На этом его взаимодействие с системой захачивает. Что происходит в системе? В системе кошелек подписывает транзакцию приватным, так называемым адресом, робом. Далее в транзакции попадают в систему и происходит сертификация транзакций. Мы с вами имеем дело с распределенной системой. Т.е. стоят 6-6 тысяч уже сейчас. Узлов, на которых есть опья блокчейн-система. Биткоин-блокчейн-система. Эти узлы берифицируют данный транзакт. Они берифицируют, что у робота действительно на какой-то момент времени на его счете появились эти ноли целых три десятых биткоина, которые он сейчас собирается отправить. Вот если у него там эти деньги нигде не появилось, то транзакция будет опьянена на системе. Если все хорошо, модификация прошла, дальше майнеры эту транзакцию включают в так называемую общий футбольный транзакцию. Зачем он это не делает, потому что транзакция у нас сбивается в блок. А блок – это замечательная вещь, потому что блок она кэшируется. Хэш-функция – это криптософия, это эмоция. И, кстати, кто хочет познакомиться, почему она такая замечательная криптософия, может открыть и где ее прочитать. У нее действительно ее достаточно легко вычислить, для нее задействованы большие вычислительные мощности, но если она уже вычислилась, то очень легко проверить другим узлам, которые находятся в системе. Соответственно, задача майнера – вычислить функцию на этой радиосциплине до 10 минут. Тот первый майнер, который делает это вычисление, получает награду в систему в виде вознаграждения. Это экономический стимул для майнеров делать эти вычисления. То есть система, она умна, потому что ее агенты, которые находятся внутри, экономически помотивируют совершать работу по подтверждению данного блока транзакции. Соответственно, эта информация расходится, опять же, по в том числе. Узлы системы, как я вам сказала, достаточно быстро проверяют, что правильная анализа вычислилась. И она работает в подтверждение того, что стимулы сроков не слышали. А что вы представляете собой влачейн системы? Это распределенный открытый единый репозитарь сплошного учета транзакций. Он открыт, он доступен всем. Вы можете сейчас идти и посмотреть из интернета все транзакции, которые будут в момент появления в пользу. в том числе. Он действительно легко гарантифицируется. Криптографический защищен, потому что у вас есть приватный и публичный ключ. И, соответственно, у вас есть вот эти каши функции криптосплей, каши сплей. Ну и без отзывных контакций мы достаем криптосплей. Что мы получили? Изначально в биткоине. 2009 год. Далее, далее, на самом деле, в системы появлялось больше и больше аналогичных биткоинов, именно базирующихся на блокчейн-технологии. Но вон остался в 2014 году. Как вы видите, здесь приведено количество децентрализованных блокчейн в том собственном блокчейне, которые появились в 2014 году. То, что вы видите далее, вы можете заметить, что в 2015 году появилось больше систем, чем в 2014 году. То есть, явные цены идут на то, что ликвидит, понят преимущество данных технологий, начали просто это алгоритм. Вам надо придумать алгоритм и, соответственно, обеспечить его работу. Они начали использовать это для ясной криптосплей. О чем мы узнаем? Что происходит далее? У нас на базе собственных получений систем появляется децентрализованных приложений. Это приложения, которые просто берут за какую-то блокчейн-систему, за основу. Ну, базовая блокчейн-система. Есть несколько достаточно широко используемых приложений, которые пользуются блокчейн-системой. как мы пользуемся с вами интернетом. Ничего, приложения используют интернет. Вот аналогия тоже такая же. Что мы видим с рынком? С рынком мы видим децентрализацию на середину 2015 года. Это более 4 миллиардов долларов США. Так, понятно, что основной класть давно синглитфайна, типа очень мало. Хотя систем больше и некоторые неинтересные системы не сможем познакомиться. Но сначала о том, как же проявляется эта система. Замечательно, другая вещь. То, что блокчейн-системы создаются на самом деле в другом девелоптере. Которые видят преимущества в создании таких систем, так как они видят рынок, который состоит за системой. Они видят рынок потенциальных приложений, которые могут оптимизировать не только финансы. Оптимизировать финансы можно и многих следовать. И что они делают? Деньги на самом деле на разработку новых блокчейн-систем или другие девелоптеры, которые понимают преимущества данной технологии. Мы с вами видим, вот это объем краудфайдинга, который был в 2012-2013, в 2014-2015 году. Станков технические системы. Это или SEO на английском языке. Август 2014 года. Бумага была выпущена в России. Значит, бумагу, так называемую, white paper than yellow paper, выпустил Итанин Путерин. Мальчик, рожденный в России, в Канаде. Сейчас в Канаде. Потому что проживает в Канаде, в Среди сегодня переехал. Он разобрался в блокчейне буквально. И решил сделать систему, которая позволит оптимизировать гораздо больше направлений. Потому что потенциал блокчейн-инговой технологии гораздо шире. Сел разобрался и описал логику создания такой системы в white paper. Мы собрались еще 7 технологий. Они сделали yellow paper. Где техническую детализацию провели систему. И математически доказали, что система такая будет работать. Что если мы туда включим умные контракты с вам оказывать, а если мы туда включим никет-элементы, то это все будет сходиться. То есть это будет работающая система. Выпустили две бумаги. Если на этой конференции рассказали о своем проекте, запустили право-файнерную компанию. Запустили право-файнерную компанию. Не имеющего, правда, в блок бумаг запустили на своей платформе. Выпустили токены в будущую систему. Эфир, так называемый. И сказали, ребята, вы нам даете биткоин, и за биткоин получаете наш токен. В общем, частная сделка, вот что мы собираемся сделать на выходе. Когда мы собираемся сделать на выходе? Соответственно, если вы нам верите, и хотите, чтобы эта система прилилась, скидывайте с деньгами. 9000 инвесторов скинуло с деньгами. Ребята получили более 18 миллионов долларов в США. Донялись разработку системы. Команда девелоперов, которые у них на текущий момент это более 200 девелоперов, это очень профессиональные люди. Они, как правило, там есть основной блок, который работает в полной занятости, но есть еще много девелоперов, которые работают по самместительствам. То есть это ребята, профессионалы, программисты, математики и так далее. Они работают потому, что им очень хочется создать эту систему. Виталий Кутылин в конце 2014 года получил награду World Knowledge Network за лучшее ИТ-решение. При этом в области именно ИТ-решения он обо многом лахнул. Суду первого ветра и стал самым-самым известным мальчиком-гиком с силиконом Италией. То есть если вы говорите с инвесторами с силиконом Италией, имя Виталия Кутылина, это именно облицатель. Его знают все. Соответственно, ИТ-решение запустился в июле, 31 июля 2015 года. Система уже имеет больше 60 узлов. Системная капитализация сейчас составляет больше 60 миллионов долларов США. У них был резкий скачок сразу после запуска Эльбинского блоки Т-долларов. Многие люди просто сэкэшировали все и соответственно вышли из системы. Сейчас капитализация упала. Они очень плотно работают с сообщественными девелоперами. И сейчас основная задача сделать так, чтобы как можно больше приложений было написано на основе блокчейна текста. Уже есть более 20 официально опубликованных приложений, которые будут использоваться ИТ-решение. На самом деле здесь есть одна из компаний Абур, которая планирует создать рынок предсказаний ИТ-решение как раз ИТ-решение. И, как вы видите, вот кау-файнеру ничего не завершился. Соответственно, они собрали 4-8 миллионов долларов США от более чем 4-х тысяч инвесторов. Соответственно, задача ИТ-решение и команда ИТ-решение отработать технологию вместе с девелоперами. Чем больше будет девелопер вопрочено, тем больше шансов у системы стать просто интернетом. Ну, условно, интернетом 2.0 для вопросов для будущих. Другие компании про-файнеры вы также успешны, что вы видите, это Мейтсейл. Соответственно, 7 миллионов в апреле 2014 года. Что, что я уже сказала, это Абур, это рынок предсказаний. 4-8 миллионов долларов США. Что у нас дальше? А дальше мы поговорим про Витпоин, да? Как вам все так любят говорить? На самом деле мало кто знает виталий. Значит, смотрим, что у нас есть. Это данные тоже на 5-м апреле 2015 года. Питализация падает. А, соответственно, вот, с точки зрения почему капитализация падает, а и, никто не хороняет Витпоин, у нас здесь есть по аудитории Дмитрий Воронин. У него один из самых крупных майнинговых улов Витпоина, соответственно, он, правда, поддерживает китай. Кстати, можно узнать, почему китайцы пашают создание майнинговых улов на их территории, как они пашают. Соответственно, он может рассказать все детали, как же так и почему-то. И у нас еще есть в аудитории Алекс Борг, он, соответственно, написал одно из первых книг о битойле, и он является председателем плодчленников МИУ. Соответственно, с точки зрения виталии, вот два человека, которые вам расскажут. С точки зрения данных мы смотрим, мы видим, что количество кошельков растет, количество транзакций растет, а 2.5 м растет. Данные за полгода. За год будет просто больше роста. Что еще интересного тоже наблюдается, это минсионные инвестиции в биткойн-райке. Мы смотрим в 2014 год и смотрим чифры упады в первом полугодии 2015 года. В первом полугодии 2015 года превышает, чем все, что было преинвестировано в биткойн-райке в 2014 году. Что случилось? А, случилось то, что финансированные биткойн-райки, что случились финансовые структуры. Финансовые структуры имеют деньги. Это NASDAQ, это Goldman Sachs, это другие крупные организации. Они начали складываться в эти проекты. Три самых крупных проекта с точки зрения привлеченных инвестиций в биткойн-райке. Это 21 мир. Это юзер чип, который позволит майнинг биткойны каждой лампочки. Уже предзаказы принимают. В ноябре они не планируют, что хотите. Споку и файнтбейс это платформа и потом мы ищем шерезги, которые позволят ну просто, через которые можно начать терпоративы и покупать их влазь. При этом мир блокчейн-систем, он гораздо разнообразнее. То, что вам уже пытались рассказать и на что вы пытались обратить ваше внимание и на самом деле, над чем работают вот все эти независимые блокчейн-проекты надо понимать, что они работают не на базу отвечать. Нет, они про турбоя. Они правы. Этериум, у него вот это платят. Умные контракты и дальше децентрализованные автономные системы. То есть его задача будет на эти рынки. То есть это истроу, лизинг, страхование, судовые контракты. Если мы все это можем делать автоматически блокчейн, потому что история не тирается, потому что мы можем автоматизировать их отношения в системе, то, соответственно, там куча вещей я смогу сделать автоматически на блокчейн-системах. Тогда я смогу заключать договоры на блокчейн-системе с выплатой денег мне по предоставлению результатов моей деятельности. Тогда, соответственно, лизинг можно автоматизировать, страховать и так далее. Конечно, цель это, естественно, децентрализованные автономные системы с точки зрения глобальных и так далее. То есть ITEM достаточно плотно работал с 2014 годом с IBM и Samsung, в области как раз интернет-вещей. Для них, конечно, цель, естественно, выйти вот туда, 100-30. Потому что если они выходят туда, они становятся им не доставленными платформами для работы. Ну и базовая вещь, которая уже сейчас активно используется в мире, те кто понимает, это связанные с сервисами. Акции, право собственности, голосование, благовое обязательство. Ну то есть смотрите, что мы раньше имели. Раньше на IDO могла быть только достаточно крупная компания, потому что, блин, стоит это уже очень дорого. Сейчас практически каждая компания а не меня, как индивидуальный предприниматель, может быть, на IDO. Потому что все, что нам надо, это завести коллакоин имени меня, и, соответственно, сказать, ребят, у меня вот такой проект, соответственно, с вас вот такая сумма, если вы выплатите от меня такой сумм, соответственно, я вам обязуюсь выплачивать такие-то деньги в качестве деньги. Я уже поставил коллакоин имени меня, собираю деньги, реализую свой проект замечательно, быстро, легко и просто. Уже есть сервисы, которые интегрированы, допустим, в Сингапуре, компания, которая сделала лучший менеджер, по-моему, до конца, соответственно, они двойную услугу предоставляют, выпускают вам акции, так называемые, на блокчейн-системе, и еще вас регистрируют заодно в Сингапурских соответствующих органах. Все замечательно, все работает, все действует. предлагает систему максимально быстрее. Соответственно, краудфандинг, крауднейминг, краудинбесинг, как я уже сказала, это все уже реализуют. Ну, краудфандинг достаточно легко реализуется уже сейчас на всех системах, соответственно, крауднейминг, краудинбесинг, такие программы тоже не составляют для того, чтобы это было реализовано. То есть, оптимизация, она четко очень понятна всем, кто задействован на респроцессе, особыми тем, кто пытается приближать деньги, и кто пытается оближать деньги. А что же финансовые организации? Знаю, замечательная вещь, я уже упомянула вам об этом, финансовые организации прозреты. Значит, они массово-массово просто начали исследовать блокчейн-технологии на предмет того, где же и как же нам можно ее поиспользовать. Это все компании, которые так или иначе увеличены в данный процесс. Кто из них раньше стартовал, кто-то позже стартовал, но они все сейчас этим занимают. Компинации, конечно, англо-саксанских финансовых структур, ну, это понятно, да, позиция. Что произошло? Ну, было вам понятно, позиция, допустим, банка Англии. Банк Англии, конец прошлого года, выпускает бумагу по всем финансовым организациям Англии. И все здесь спрашивают, ребята, дайте нам, пожалуйста, ваше мнение относительно того, как будет развиваться блокчейн-технология, которая лежит в основе криптовалюты. Соответственно, получает дофинирующую, положительную оценку и проверку пускает соответствующую бумагу в перспективном направлении, которое новое появляется. И сопровождает это тетисом о том, что если Англия собирается, продолжает быть лидером в области финансовых систем, то, соответственно, надо максимально быстро адаптировать данные технологии, иначе время будет ухудшено, и, соответственно, результаты и риски не подсчитывать, которые появятся в связи с этим. Подключают максимально по широкому спектру финансовой структуры, консультируются с ними, в настоящий момент, ну, там, выделяются, естественно, гранты на исследования, гранты выделяются правительству США, надо отметить на исследовании блокчейн-технологии, соответственно, что делают, помимо этого проекта в Великобритании, они экспериментируют и сами с блокчейнами. В частности, сейчас они экспериментируют с переводом на блокчейн, на всех регистрах, не зная пересосовственность, введут на землю и заканчивая лицензиями на право. С точки зрения именно организации государственного контракта. Ну и финансовые структуры. Финансовые структуры, естественно, исследуют микробки блокчейна, они исследуют, как можно стать называемым приванным или частным блокчейн-системам, или смешанным блокчейн-системам. Есть первое применение указанной. Частные системы — это системы, которые открыты только участникам. Тех доверенных лиц, которые входят в эту систему. То есть мы раздаём кобинар системы не имеют тому, хотя только тем, кому мы доверяем. Так, соответственно. Вот те провайдеры данных сервисов, так называемых, самый искалый и широко нашумевший пример — это Air3. Это компания, которая подписала на свою платформу, означало не созданную платформу, 9 самых крупных банков, и позавчера по National Times появилось новое, что еще 13 банков, в том числе Национальный банк Австралии, Банк Канады, или Национальный, и так далее, например, банк, и так далее. Они тоже объединяются в клуб вот этих банков финансовых, которые будут вкладываться, давать деньги на создание такой частной. Вот, видите сюда. Очень много бывших банкиров, что на самом деле возглавляют эти замечательные компании. А, очень много в советах директоров и регуляторов стоит из Штатов и Великобритании, и все их именируют. Ну и, соответственно, процесс, он, я не знаю, по-моему, не в том что-то случилось. Это очень напоминает, что они сейчас на перегонки начинают, потому что они примерно всякими делами занимаются, но просто каком-то держитом темпе начинают делать, выпуская новые экспериментальные решения. Делует уже. Надо дать должное свой Рубикс. На всех конференциях форматируют Рубикс. Это блокчейн-система, на которую они предлагают своим корпоративным клиентам. И вот, включая конференцию на Украину, которая была на прошлой неделе, они, соответственно, очень активно идут всем другим. Надо заметить, что регуляторы других стран, которые не были в начале, но сейчас привлечены активно в отношениях этой деятельности. Они, как бы, они тоже боятся ускорения украинской страны. Понятно, что Сингапур активен. Понятно, что Шпицария активна. Понятно, что Канада, Австралия, но она поязычная страна само собой. Разумеется, с точки зрения постсоветского пространства Украина, благодаря тем действиям, которые были проведены соответствующие и ассоциализации в Украине, они заключились к этому движению. Национальные депозитары Украины, они сейчас экспериментируют в блокчейн-системах, выбирают оптимальный вариант. И, соответственно, изменения, которые сделаны национальные банки Украины, будут новые изменения с точки зрения эксперимента. Дальше. То, что мы видим по другим проблемам. Вернемся в блокчейн. Кредит, традиционная инклюзивная новая модель. Понятны вам схемы, которые раньше осуществлялись, кредитования, понятные имущества. То же самое то, что у нас уже есть. Альтернативные модели, проекты, не все подведены, мы достаточно успешно работающие, англоязычные, в основном, опять же, за исключением, пусть я поставила, все-таки, Ucredit. Это украинский проект из стартапа. Они не так давно на рынке появились, они не соответственно уже тестировали модель на рынке Украины, сейчас выходят в Казахстан и собираются запретить в Мексику. Дальше. Вот кто я? А мозгольчик? Какой мозгольтирист? О чем? О чем? Так. Что у нас есть по модели депутатов? По модели депутатов у нас есть следующее. Повторите свой вопрос громче, пожалуйста. Вы спросили что-то, да? А, вкладчики, высокий риск, в чем задумывается? Что, так как банки не обслуживают, не очень? Нет, 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 здесь было больше кредитов, а вкладчик здесь, сейчас, а то прям пугает. Не, 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 вот, вот, вкладчики, высокий риск. Это, это, это больше одно кредитование с точки зрения платчиков, на близкие ставки, которые, которые, более, естественно, на... Нет, нет, вот, сейчас. Пользуйтесь с собой, о, не случайно, готовиться. Сейчас. А, да, 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 соответственно, модель кредитования, я надеюсь, вам тоже всем знакомы, с которым... Я веду со всеми apart, да, просмотр и умный кран. Мы пытаемся это сделать просто, да. Соответственно, модель кредитования, который действует на этом клап, вам, наверное, тоже знакома всем, Есть вариации данной модели, которые используются с темными знаменитыми структурами. В 2006 году то, что они предлагают сейчас, достаточно широко востребовано в Соединенных Штатах Америки. Вы видите, что понятно их вопросов не возникает. Финансирование. В то же время привлечения капиталов, какие-то проекты. Это новая маркет. Тоже есть достаточно понятность. Ничего себе не сталкивались и, по крайней мере, слышали о таких проектах. Кридстарт, о таких проектах, как краудфьюб, ангеллистер, сидерс и все было. Соответственно, то, что мы видим, это краудинтестинг, это краудфандинг. На самом деле есть и краудфакторинг, и краудлизинг уже появился в Великобритании. Здесь надо тоже отметить, что Великобритания лидирует в этом направлении. Они очень активно поддерживают все стартапы, которые связаны именно с такого рода услугами. То есть они вот, краудфьюб, это теперь одна из базовых компаний, которые они, по-моему, считают флагманом развития финтек у себя в стране. Ну, в принципе, то же самое. Вы там можете инвестировать свои деньги, только за это вы получаете долю компании. Да, и в рамках есть возможность регатуры. При инвестировании. Личные финансы. О, замечательная область, потому что область, на самом деле, с точки зрения рынка, рынок очень большой, рынок очень вкусный, а рынок достаточно внутренно закрытый, потому что, ну, были специализированные АИССН фонды, которые, ну, и замечательные банкиры, высокоплательные, которые занимаются управлением личных, личных бакфелий, инвестиционных. И что случилось? Случилось вот то, что у нас слева находится, появились компании, которые автоматизировали все это дело. Так, в том же моменте сказали, слушайте, ребят, вот здесь есть возможность ту марку, которую выбирает себе управляющий бакфелий, просто уменьшить в два раза, за счет того, что мы автоматизируем возможность подбора инвестиционных инвестиционных. То есть тоже важный момент. Самый, ну, наиболее успешный пример. Компания растет в беженом, какими-то процентах, у них в более ста процентов, вот у вас, ну, соответственно, дешевая темпа, автоматизировали консалтинг, управление личными финансами, бесплатную примену так называемую модель, то есть изначально бесплатную, потом появляются опции, которые вы можете докупить. Просто прекрасный пример, который тоже везде монтируется, везде приводится. Одно, что вы понимаете, там, конечно, но это за руку, по-моему, 25 процентов составляет. Ну, а социальный трейдинг, там, билетническая, держевая, ну, социальный трейдинг – это то, что мы говорили здесь там, когда у вас есть публичный инвестпортель, вы можете следовать стратегии, ту, которая вам плачет наиболее интересную, адекватную, для настоящее максимальную прибыль. Что ж, хочется еще сказать по этому поводу. Вот смотрите, все, весь этот рост в будни финтехо, да, он, естественно, не на пустом месте, но, с другой стороны, он, как бы, достаточно поддерживается, если так можно выразиться, за счет меньшего денег. Да, мы видим рост инвестиций в финтек-проекты, и, конечно, в 2014 году, от 12 миллиардов долларов, мы, причем, конечно, как вы видите, не так сильно возрастуло этих проектов. Мы видим, то, что мы видим глобально, называются инвестиционные акселераторы, практически все крупные банки имеют сейчас акселераторы, которые они вращивают в интернет-опроекты, а практически все банки имеют, так или иначе, как и виды, лабораторий, интернет-лабораторий, через которые они пропускают, в том числе, стартапы, соответственно, ну и плюс, в целом, они, через эти банки, которые, в принципе, здесь, вот, есть разбивка, что укладывается в 4-й балл, там, в 2014 года, там, в мельчинные фонды, видны, а, в корпоративные мельчинные фонды, соответственно, доминирующие, да, вот здесь данные, да, вот от 5 миллиардов из 12 летoss-юбион-шабан, там 20 минут nessa рокёuge, ну, как бы, вот тенденция такова, да, тенденция такова, да, что в этом году пооткрывались акселераторы в Швейссарии, пооткрывались акселераторы фентаг odd в Азии, ну, естественно, в Санкт-П Assault в Лондоне преимущественно, а пооткрывались, ну, в Лондоне, те, кто еще не умеет, открыли свои фентаг Kontakt приб podcasts, Но, соответственно, все массовые финансовые структуры закрытили с тем, как же нам будет получить собственные состарки. Ну и с точки зрения роста, соответственно, мы видим просто это прирост инвестиций в биткоин за последние три года. Это по конец дюля 2014 года на криптовании. Сейчас хочется просто обратить внимание на правильность мысли Германа Ушаровича Грепа. С точки зрения Жукова Короэза, если он имел ввиду кинтек-портабы, то да, они здесь, они у нас еще не в России, но, в общем, они в мире акты, которые есть, они так или иначе располагаются или выполняются. Теоретически страна может занять в основном позиторе и сказать, ну вот у нас мы сейчас не будем сейчас, но тогда как с кредитными картами мы можем просто всякое время придется прыгать на то, что где-то кондиционный указ. Вот и все с точки зрения. Ну и если есть вопросы, то я скажу. А вот это биткоин или это биткоин? А, смотрите, это было давно по зависимости от биткоина, я думаю, что считали как раз единственные инвестиции в биткоин-проекты. В общем, да. В биткоин-проекты. Ну вот то, что я... Ну вот 643 компании, но то, что я вам показывала, да, в нем больше 800 миллионов, соответственно, это биткоин-проекты. Юрий Мильнер, основатель Mail.ru, инвестировал совместно 40 миллионов долларов в биткоин-банк Сапо, называется. Он 20 миллионов долларов внес. А российский айтех фонд венчурный инвестировал в компанию Bitfury, которая занимается майнингом. Ну, соответственно, было понятно, да, там, допустим, среди тех же майнингов проектов достаточно много. Но есть проект с крупными основателями. Тоже Bitfury, это, конечно, в Латвии свое новое происхождение, с которыми наши достаточные договорились. А Bitfury, это поддержатель майнинговых клубов. В Москве же такой вопрос. Не увидел там ничего про получительское кредитование. Это отсутствие тренда, отсутствие стартапов, и ведь это там вообще не так. Смотрите, ну, задача не ставилась детализировать все аспекты. Да, просто интересно, это там, я стартапчик, но с тем, что тут интересно, почему нет. Нет, я говорю здесь, на самом деле, гораздо там неры и кинтек стартапов, он гораздо шире, да, надо было, но этот тренд в кредитование входит, да, соответственно, там, это его определение, как часть поэтому он не вынесет. Да, это не в смысле... Что? Есть или нет? Поручительское кредитование было? Конечно, есть. Ну, я просто, я могу вам посмотреть, я вам могу дать ссылку просто на данные здесь, брались из всемирного, из-за счетов Всемирного Экономического Форума, да, и компании, они там, ну там, у них-то на каждую страницу, да, по 20-30 компаний приведено стартапов, которые здесь имеют. Я просто вам скину ссылку на данные на полный отчет, детализацию по всем, по всем направлениям. Там есть и другие, там есть и бэк-офис банков, там есть и страхование, но, соответственно, для малого банка. Скажите, вот у нас был слайд, где два друга, на примере, в истории Англии гасили друг за друга ипотеку, да? А вопрос, кто из них потом для клиринга определяет курсы? Ну, им же надо взаимозачет сделать. Пожалуйста. Ну, тогда вопрос, задайте, когда в суде будут разбираться, кто внасилит, кто внести. Не, ну, интересно, вот наша университет система. А вы проживете ипотеку, вот тогда будут вопросы к действиям. Можно, да, Марина, я объясню. В данной ситуации, вот эта ситуация, подвластной обмен, которая создалась между двумя людьми, может только работать в реальном случае, если есть гарантия в промежутке этого. А гарантером может выступать, ну, тот же самый держатель, либо акции, либо денег, либо того-либо иного. Соответственно, он за гарантию имеет, так же, как банки гарантируют сделку, допустим, на сегодняшний день из государства, да, выступают гарантерами. Так же и здесь. Существует гарантер между ними, который берет какой-то процент за то, что гарантирует, что с одной стороны сделка будет произведена правильно, и с другой стороны. Вы еще забывали, что гарантом должен находиться регулятор? Регулятор, ну... Который должен это все... В связи с тем, что в мире привыкли, что везде регуляторы, люди хотят уйти от регуляторов. Власти для этого придумана децентрализованная платежная система, которая не имеет регуляторов. Смотрите, да, я не буду подождать, что я детали могу сказать, да, я точно знаю, что в 2011 год они действуют, да, они действуют в том числе и в Великобритании, они действуют в России и Европе, они, на самом деле, достаточно... Они проходили проверки соответствующих органов по регуляторам. Значит, вопрос решен, да, каким способом он решен, да, я вам ответить не могу. Но то, что он решен, это понятно, потому что никто бы не разрешил там четвертый год подряд действовать на незаконных основания. Единственная валюта, наверное, долгая вообще. Мария, скажите, пожалуйста, а какие экономические предпосылки, реальные предпосылки, то, что вот эти вот блокчейн-системы и так далее, они все реализуются? То есть как поиграться, это хорошо, да, а вот то, что это будет реализовано, почему это должно быть реализовано? Я на секунду, да, то есть еще возьму ваше внимание, вот мы все знаем Jaguar, прекрасный напиток, да, энергетик с алкоголем, Но у нас же есть пивное лобби, которое взяло его и запретило, там, соответственно, лобби торговых сетей запретило продажу пива в палатках, запретило продажу сигарет в палатках, да. Соответственно, у нас же есть огромное банковское лобби на планете, да, почему это самое банковское лобби не остановит, ну, такие подобные софтапы, какие экономические предпосылки их выживаемости? Ну, смотрите, да, базовое, базовое, на то, о чем говорят, ну, да, то регуляция, тем, что это делается, так, в Америке, а, конечно, и на аффициентах, в этом не звучало, это уменьшение стоимости услуг для конечного предпосылки. Банки сами могут, они же сами регулируют эту комиссию. Сейчас, сейчас, в момент. Более тысячи, там, немножко народу сократят. В момент, который есть у нас, да, базовая система, блокчейн-система, у вас распределяются, так называемые, затраты на всех участников системы, да, у вас получается, если мы сравниваем, допустим, блокчейн-систему с той же право-фандинговой платформой, то что мы умеем? Мы имеем все равно косты, которые несет сам оператор платформ на безопасность, мы имеем косты на инфраструктуру, мы имеем косты, связанные с юридическими действиями, ну, понятно, налоги приходится платить, не так говоря, да, либуратурные всякие функции, надо соблюдать, надо законодательство, их обходить. Что мы имеем в блокчейн-системе, в блокчейн-системе у вас безопасность гарантируется самой системой, косты у вас распределяются на добровольных участников этой системы, а с точки зрения у нас сейчас, понятно, что у вас есть юридических нет костов, да, а сейчас посмотрите стоимость услуги, которую вы можете в одном случае предоставить в жилом. Если у вас в первом случае она в низках по сравнению с региционным банком, то что получается у вас? Вот экономически, ну, просто с точки зрения, даже если мы сейчас вот на эту систему накладываем, пытаемся ее как-то зарегулировать, чтобы были науку обложения, какое-то базовое, да, то все равно безопасность и, соответственно, инфраструктурные держки там распределены, а здесь на вас будут. Вот экономически, с кем уполном решении. И поэтому у вас банки переходят сюда, да? Ну, банки, то, что показалось с точки зрения массового запрыгивания нам в блокчейн-волну, да, это не все иное, как оптимизация в затрате, да, потому что есть оценки, которые говорят, что если банки там оптимизируют свои процедуры, тяжести и так далее, то можно там до нескольких десятков миллиардов экономик получить в год. Вот они все пытаются, ну, театр, кто там посчитал аналитики замечательно, купил они что-то, и вот сейчас все пытаются протестировать, когда же и как же это сделать. Сэкономить-то да, а сколько нужно инвестировать, чтобы получить экономию в несколько миллиардов? Вопрос, ну, как бы, они, я думаю, не знают, они поэтому укладываются, чтобы сейчас продвинуть, они укладываются в проекты, чтобы понять, это никто не знает. Я думаю, даже те же аналитики, которые там нарисовали пищевую бумажку, типа Белойбис и Тандера, они вообще не прописали. Если гипертрофировать это, то инвестиции в эти системы могут быть равны нулю. Это open-source решения, они публичны, выложены, вы можете взять, скопировать и запустить свой биткоин. Но это базовые, которые нет, с которыми банки работают над прибатными, да? Точно такой же биткоин запускают между своей банковской, ну там, все. Когда мы берем open-source систему, да, если я не делаю приватные, ну там, понимание некоторое, когда у тебя open-source, но при этом надо реализировать дополнительную безопасность. Это понятно, есть какие-то капсулы, да, но вопрос, сколько, сейчас это вопрос, который они сейчас начнут. То есть эта банка нужна для экономии? Банка для активизации, конечно, да, ну и плюсы для того, чтобы не потерять этот рынок. Но то, что вам показывают, как бы все тенденции, которым вот P2P, это, например, когда потребитель выходит на поставщика напрямую, ну как бы просто потому что затратки. А банк, простите, это последний. Вот и все. Ну, я бы здесь, может быть, тоже попробовал бы ответить на этот вопрос, ну, который вы задаете. Тут можно ответить в двух плоскостях. Первый. Крупнейшие банки уже реализовывают эти системы. Девять крупнейших банков объединились для создания, ну, собственных блокчейн-систем. То есть вы говорите, почему не будет, будет, и это уже происходит. А если говорить с точки зрения, почему используют именно эти системы, какими качествами они обладают, которых нет у других платежных систем. Если отвечать вот на этот вопрос, то здесь, ну, прям, ну, целый пучок, скажем так, есть этих качеств. Первое. Это низкая стоимость транзакций. То есть есть возможность отправлять сотые доли копейки. Ни одна платежная система не может этого делать. Второй момент. Это программируемые деньги. Я не могу запрограммировать какой-то сложный контракт Яндекс деньгами. Второй момент. Трансграничные переводы. Мне удобнее с фрилансерами в Африке рассчитываться, ну, там, с помощью биткоинов. Он рубль почему-то мой не принимает. Четвертый момент. Это степень покрытия системы. Для использования биткоина достаточно лишь интернета. Не нужно быть подключенным к финансовой системе. То есть если есть доступ к интернету, все, у вас есть счет, вы можете на него получать деньги. И это вход сразу в мировое предпринимательское сообщество. И, ну, пятый момент. Это open source решение. Если у вас есть сообщество, которому нужны свои деньги, вы можете взять уже готовое решение и его реализовывать. Я живу как человек, который возглавлял банк в Африке. В Африке все считают доллары. Они не понимают, что такое биткоины. У них нет сотовых телефонов. У биткоина, если есть доллар, объясните, пожалуйста, это выдумка. Затем, чтобы не использовать доллар. Значит, есть запрос на среднем оборудования биткоина. Я хочу тоже такой момент отметить. У биткоина на данный момент годовой оборот 400 миллиардов долларов. Это уже данность. И она каждый год удваивается даже больше, чем в два раза. Это копейки, да, но тренд есть определенно. А денежная масса какая у него? Обороты денежной массы? Четыре миллиарда долларов. То есть один процент от оборота. Возможно, в этом и есть его капитализация. Четыре миллиарда долларов. Можно как-то применительно... Вот мы сейчас пропустим общество, которое дискутирует вокруг биткоина, собирают вот этот замечательный экран. Они собирают экраны, они дискутируют пропусты про биткоины. Мы можем как-то реализовать это для России? Ну, смотрите, да, вопросы, которые ставят перед собой изначально коммунировался кино с точки зрения российских компаний на глобальной рынке, они как бы в эту логику укладываются. Если мы имеем тренды на появление новой глобальной технологии, мы понимаем, что компания, которая начинает использовать эти технологии автоматом походит на глобальной рынке, то вопросы есть... Мы все дружим, да. Можно? Расскажите, да, к банкускому финансовому сообществу России. Ребята, вы хотите попробовать играть эту игру? Хотите на глобальной рынке? Понимаете, что это возможно? Понимаете, да, они... Так, какую игру дать? А можно? Извините, люблю. Давайте я вам сейчас прямо скажу проект, который, в принципе, я думаю, что любой из банков хоть раз кредитовал любого фермера. Ну, есть же фермеры. Есть фермеры. Соответственно, обычный фермер, обычная теплица, обычные наши майнеры, которые добывают, создают эту монету биткоин, при работе, потребляя электричество, они выделяют тепло. Вот это тепло мы выкидываем сейчас в воду. Мы можем это тепло отдавать теплицу. При этом тепличное хозяйство имеет свой контракт по электричеству. Соответственно, нам выгодно дешевое электричество. Мы можем компенсировать их затраты на обогрев. При этом себестоимость обогрева теплиц будет ноль. Не, не компьютер. Мы поставим компьютеры рядом. А днем сестра хозяйства наше пункт. Это, понимаете, это реальный пример к тому, что можно сделать. Понимаете? Вопрос. 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 Это был частый срок. Потому что я вам сказала, где если вы можете назвать российские компании, какие-то спешные компании, вот где я ведусь на культуральниках, но на самом деле нет у нас. У нас практически вот такая компания, никто у нас на этих рынках не работает, с великим к сожалению, да, и никто не собирается там, не то, что по мероприям. Я вам скажу, что я делала правильную компанию, они собираются выходить в Мексику. Мексика – это первое слово. И никто никуда ничего не запрещает делать, да, это единственная технология, с которой они уходят. Соответственно, никаких поддержек с точки зрения выхода российских компаний на мероприя не стоит, кроме там 15 голов. Вопрос другой, что у нас нет действительно этих в Мексиках и США, потому что они у нее появляются вот так, вот здесь, вот, и просто так. Вопрос России. И я отвечаю только с просто российским на… Коллеги, можно ли я на этот вопрос отвечу? Да. Да. Я простил. Коллеги, значит, вы знаете, вот этот вопрос, мне кажется, в большей степени к нам нарисован, как к России, как к Тит. Значит, почему мы вам предстаем? Вот с этим. Да. Я сейчас отвечу. Попытаюсь. Значит, смотрите. Это приблизительно то, с чего иначе. Вот это уже есть, и этого будет много. Дальше понятно, что это очень удобно, и все будут постепенно туда уходить. И вот эти все компании решили, что сейчас надо? Значит, ситуация в России сейчас такая, этим пользоваться нельзя. Вообще. Задача минимум. Нельзя это запущено. Нет, это не так. Нет закона. Закона нет. Да, вот так. Ну, смотрите, если вы со всеми работаете, то если вы говорите про Bitcoin, то это вопрос тонкий. А если говорить про Bitcoin... А значит, здесь что-то еще. Да, но вы понимаете, но вот вы возьмите Bitcoin, который работает не на, может быть, не на Bitcoin, но на своих битковалютах. Вот Ether, да, ничем на Bitcoin не отвечает. То есть, ну это просто другое название, там другая немножко валюта, но это просто так и то же самое. То есть, я думаю, что если Bitcoin запрещен, то у вас Ethereum тоже запрещен. Ну, я не знаю. Точно, и насколько, соответственно, Минфинк выпускает свои замечательные проекты, естественно, что все, что связано с блокчейн-технологией, не важно, как оно называется, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BitShares, IPT и т.к. В общем, это все автоматом становится запретом, просто сила уже продолжается. Я не знаю, что я все-таки вас прибьет, но нельзя, нельзя четко из-за различных блокчейн-технологий и криптовалюты, конечно. Да, криптовалюты, базируются на блокчейн-технологии, а там оба нет, я не очевидно. Это же конфликция, это же время нарушение. Запасы блокчейна зависят от манерного участка. Нет, 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 нет. А давайте вам покажем. Копераминский битвойн – это списка вайлых пониманиях, потому что IP, IP, это списка вайлых пониманий. Если вы люди, которые принимают эти решения, понимали разницы между их, то проблем у нас нет. Кто-то есть, кто-то есть, кто-то думает, что мы слышали. Те, кто-то не слышал. Здесь вопрос о том, что мы собрались для того, чтобы довести наверх, наверх. Киростас, я сам, корейненько, дайте все-таки продолжить. Вот эту мысль и обоснить технологии, которые сейчас уже существуют, которые надо услышать. Киростас, я помню. Так вот, корейненько, значит, смотрите, я просто хочу сказать, что если совсем, я понимаю, что вы гораздо более продвижны. Вот, может быть, плохой пример, но тем не менее. Вот он SOS, да, вот Linux, он SOS. То есть он уже есть, все эти технологии уже есть. Вопрос только в том, что может все в России состоять. Предусловно говоря, обратилось и для российских потребителей, да, так и условно говоря, Redhats, который, собственно говоря, на Linux зарабатывает, или там, зарабатывает на этих технологиях. Зарабатывает Redhats очень много. Либо просто мы, ну, в какой-то момент мы просто про это очнёмся, но в тот момент, когда уже весь рынок российский будет занят другими компаниями, российские банки или сервисные компании, да, там, какого-то аналога, администратора. Казань, две недели назад, Напиулина чётко сказала на секции, что мы серьёзно их воспринимаем. Этот вопрос будет решаться постоянно, вот через год. Рассматриваться в ближайшее время. Соответственно, Солодин выступил тем, что он, собственно, за день до этого дал заявку на ВИПР-рубль. Соответственно, вот это то, что уже произошло. Поэтому вот я здесь для того, чтобы просто работая сейчас в технической компании, понимая, как вот СОП-технологию начинать делать. Поэтому вопрос, какой я не верю, я не понимаю. Всё-то уже произошло, как зима наступит. И вопрос наличия денег, просто как бумаги, вот я вынес из Казани, что их скоро не должно быть, потому что для того, чтобы справиться с ситуацией в стране, нужно каждую бабушку посадить на кредитную карточку. Потому что количество денег, содержащих под подушками, это большая опасность для страны. Вот это я вынес из конференции, что в ближайшее время все будут переведены. И Никифоров чётко сказал, что в каждую деревню будет введён, собственно, большой камень, что интернет будет очень хороший. Я вынес оттуда то, что это произойдёт в ближайшее новое, что народ будет обойтаться. Понимаете? Понимаете? Прекрасная презентация, на мой взгляд, честно, спасибо вам огромное. И на самом деле, ну вот, совершенно правильный взгляд, я только дождусь к вам за год. Спасибо. Это связано с биткоином и блокчейном. Какая связь? Очень простая связь. Ну, не важно, это... Нет, почему? Платежная система. Нет, давайте скажем, что лучше, там, небо синее, да, и... Да, конечно, отменялись контактами. Давайте вернемся по обслуживанию. Проходим. Появляйтесь, нажимаем.